Дорогая Церковь Ифания, приветствую всех и поздравляю с праздником торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Этот день, как мы уже слышали, этот день, этот праздник начинает Страстную неделю в христианском календаре. И в это время, во время Страстной недели мы думаем, мы рассуждаем о страданиях Иисуса Христа, Его смерти. И заканчивается эта Страстная неделя Воскресением, славным праздником Христового Воскресения. Но сегодня мы говорим о встрече Христа в Иерусалиме. Иисус пришел в Иерусалиме, Иисус знал, что будет в Иерусалиме. И Иисус знал, что после радостных приветствий толпы и восклицания детей, после того, как Христос въехал на молодом осле в Иерусалим, Он знал, что будет дальше. Он знал, что пройдет короткое время, и все эти знаки внимания и приветствия сменятся другими криками и сменятся, в конце концов, приговором к распятию. Понимая и зная все, что происходит, Иисус все равно шел в Иерусалим. Он все равно шел и направлялся в Иерусалим, потому что Он сам добровольно решил отдать свою жизнь за грехи мира. И таким образом, таким образом искупить всех людей от грехов их. В этом видна великая любовь Иисуса к людям и любовь к Его Небесному Отцу, плану которого Иисус послушен совершенно и полностью. Я сегодня хотел бы обратить наше внимание на один текст, который напрямую связан с событием въезда Христа в Иерусалиме, и даже следует непосредственно за этим событием. Итак, давайте прочитаем текст из Евангелия от Матфея, 21 глава, с 12 стиха. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые храмы, и он исцелил их. Видев же, первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих Хасана сыну Давидову, вознегодовали. И сказали ему, слышишь ли, что они говорят? И Иисус же говорит им, да? Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей, Матфей, ты устроил хвалу и, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Матфей напрямую связывает очищение храма с событием въезда Христа в Иерусалим. И Иисуса люди встречают как царя, они приветствуют Его и готовы оказать Ему царские почести. Кстати, Евангелие от Матфея, цель Евангелия от Матфея, евангелист этот представляет Иисуса прежде всего как царя, как мессию Израиля. И начиная с самых первых глав, с первой главы практически, где он дает родословие Иисуса Христа, как сына Давидова, он хочет показать, что Иисус и есть Мессия Израиля и царь Израиля. Евангелист Матфей и в этой истории он показывает, и он четко замечает, и даже приводит цитаты пророков для того, чтобы показать, что Иисус действительно царь, и этим событием, этим входом в Иерусалим или въездом в Иерусалим он исполняет пророчество о Мессии. Когда Иисус вошел в храм, он начал наводить там порядок, и этим Иисус показывает свою власть, как царя, как мессии. Кстати, хочу вам напомнить, что в истории Израиля, вы можете прочитать об этом в книгах царств и в книгах Паралипоминон, в истории Израиля было несколько царей, которые тоже наводили в храме порядок. Так мы читаем о Иезеке, о Иоасии и о других царях, которые после того, как храм был в запустении, они восстанавливали богослужение в храме, совершали ремонт в храме, наводили порядок и таким образом возобновляли богослужение в храме. Такими были некоторые благочестивые цари. Итак, Иисус видит, что в храме есть некоторые вещи, которые неправильно совершаются. Он видит, что есть беспорядок, и Он обращает на это внимание. Он обращает внимание, что есть вещи, которые нужно исправить. Давайте поближе посмотрим, на что Иисус обращает внимание. Давайте посмотрим на то, что Иисус замечает, что неправильно. Но давайте также посмотрим, что в этой истории есть еще некоторые вещи, которые Иисус говорит правильно, или что Иисусу угодно, что Богу угодно. Итак, я хочу обратить ваше внимание на два неправильных или две неправильных таких вот обстоятельства, два неправильных в храме и на два правильных или угодных Богу дела, которые совершает Иисус. Посмотрите, в 12 стихе мы читаем, «Вошел Иисус в храм Божий, выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы менял или миновщиков, и скамьи продающих голубей». Первое, что я хочу сказать, что Богу не угодны те, кто пытается нажиться за счет других, и особенно в храме. Казалось бы, в чем проблема, почему Иисус выгнал торгующих и валютчиков? Ведь это было так удобно, ведь это было удобно для тех, кто приходил издалека. Кстати, хочу сказать, что это дело не происходило прямо там, где совершались жертвоприношения, это было в притворе храма. Такого не могли бы допустить за пределами или там, где стоял жертвенник, где стоял великий жертвенник, во дворе храма, где, собственно, совершалось богослужение. Это просто было невозможно. Эта часть была не такой большой. И эти животные все там даже не могли бы и разместиться, и все остальные люди. Казалось бы, что тут такого плохого? Ведь это просто на территории храмового комплекса, перед входом, собственно, в то место, где совершалось жертвоприношение. Что тут такого? Почему, Иисус, ты поднимаешь этот вопрос? Я думаю, проблема не в удобстве. Я думаю, проблема даже не в том виде или шуме, который мог происходить в этом месте. Посмотрите, самая большая проблема была в том, что эти люди стали контролировать возможность поклонения и доступ к Богу. Посмотрите. В понимании иудеев того времени поклоняться Богу можно было не только в храме, но и в других местах. Они понимали, что даже в семейном кругу можно поклоняться Богу. Более того, синагоги уже существовали в это время, и в синагоге была молитва, было изучение Писания, и было вот такое простое молитвенное поклонение Богу. Но для них храм Иерусалим был чем-то особенным. Вспомните беседу Иисуса Христа с Самарянкой. Когда они беседуют, Самарянка говорит о мнении иудеев того времени, что поклоняться можно в Иерусалиме. То есть поклонение в храме было особенным. Поклонение в храме, в их глазах, для них было чем-то особенным, чем-то драгоценным. Обратите внимание еще на то, что поклонение в храме было не просто в простой молитве, но оно было привязано к жертвоприношению. Вот тут и была проблема для жертвоприношений. Нужны животные, они должны были быть чистыми животными, они должны были быть без пороков. И если ты идешь издалека, а в то время приходили люди издалека, в то время иногда люди приходили не просто из Галилеи в Иерусалим, хотя это тоже далеко. И нужно было несколько дней пути, но приходили люди из Египта, приходили люди из других мест. И представьте себе такое путешествие. Представьте себе, что ты ведешь с собой нескольких животных из Египта. Они просто могут умереть, пока дойдешь до Иерусалима. А сколько корма им нужно? А другие всякие вот такие проблемы с этим связаны. Если ты идешь издалека, твое животное может не только исхудать и приобрести бледный вид. Оно может просто реально не дожить до того времени. Как всегда в народе Божьем находятся предприимчивые люди, которые очень быстро сообразили, что на этом можно заработать. И начали предлагать удобный вариант. Вот тебе чистое животное, вот тебе то животное, которое мы можем даже договориться с первосвященниками, его тебе заранее одобрят, и как бы что-то будет удобное и правильное. Чуть ли не печать поставят на то животное, что оно пригодно к жертвоприношению. Все нормально, все угодно, все хорошо. За умеренную плату, естественно. Эти умеренные платы поднимались и поднимались, и стали неумеренными в конце концов. Другая проблема, почему я говорю насчет валютчиков, проблема была в том, что было особые деньги нужно было использовать в храме. Когда люди приходили, особенно издалека, они приходили на такой праздник, они приходили нечасто. Если ты жил далеко, то такое путешествие, которое могло занять месяц туда и назад, а то и больше, может быть, люди приходили, в принципе, нечасто на такое поклонение. И когда они приходили, они приносили с собой определенную подать на храм. В то время существовало для каждого израильтянина, для каждого взрослого израильтянина существовало подать или налог на храм. И они приносили с собой эти деньги. Но в храме нельзя было пользоваться теми монетами, которые были в окружении других народов. В большинстве народов, в большинстве стран, Там в то время были монеты, на которых был отпечатан образ царя. Образ царя, или вообще никакой образ не мог вноситься в храм. В храме была особая валюта, особые деньги без таких образов. На них могло быть нарисовано, или если посмотрите даже на некоторые израильские монеты того времени, на них есть просто веточка, может быть, какая-то, или какой-то листик, или еще что-то. Но изображения животных или изображения людей не было на таких монетах. И вот здесь, здесь вот как раз тоже кроется вот такая вот ситуация, потому что люди и на этом стремились как-то зарабатывать. Ну, смотрите, что получается практически? Практически получается то, что те, кто стремился в храм, кто стремился поклониться Богу, здесь сталкивались с тем, что при приближении к Господу, или при приближении к возможности поклониться Господу, перед ними стояла преграда. Перед ними стояли люди, которые на этом хотели заработать, и которые этим, своего рода, контролировали ситуацию. Кто-то наживался на желании поклониться. Посмотрите, обратите внимание, что речь идет здесь только о поклонении, ни о чем больше. В храме часто люди собирались. Если вы почитаете Деяния апостолов, Первая Церковь собиралась нередко в храме, потому что только там, наверное, было достаточно места, чтобы вместить несколько тысяч человек в притворе храма. Сам Иисус иногда приходил и учил там. В храме собирались и были какие-то мероприятия, которые происходили там. Но посмотрите, Иисус не осуждает то, что люди приходят в храм и хотят побеседовать с каким-то раввином, или с ним даже хотят побеседовать. И Иисус осуждает, что вот это стало преградой к поклонению. И перед поклонением людей производится определенная проблема, преграда. Здесь не говорится о каких-то вещах дополнительных, потому что мы часто переносим это на свою жизнь, на свою церковь, на свой дом молитвы. Здесь не говорится, например, о проведении, ничего не говорится, о проведении шауров или праздников или беседы или еще каких-то вещей. Здесь говорится о поклонении Богу прежде всего, потому что жертвы нужны были для поклонения. И вся эта идея, заработать на поклонении другого человека и даже как-то регулировать этот вопрос какими-то человеческими средствами, человеческими попытками, она неприятна и противна Богу. Это первое, то, что я хотел заметить здесь. Второе, то, что Богу неугодно и неприятно, это то, что люди заменяют смысл дома молитвы. Посмотрите, что говорит Иисус в 13 стихе. Мы читаем вот такие слова. И говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Иисус цитирует пророков. Иисус цитирует пророков, и в этом цитировании он допускает, намеренно допускает, он соединяет два пророчества. Он берет цитаты из двух пророков. Одно пророчество находится в книге пророка Исаия, 56 глава, 7 стих. Написано так, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. «Все сожжения их и жертвы будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Это цитата или это пророчество сказано для иноплеменников. В контексте этого говорится о том, что Бог такие слова будет говорить иноплеменникам. Даже иноплеменники смогут поклоняться Богу в его доме молитвы. Вместо ограничений в поклонении Бог сделает открытым это поклонение для всех. Вторая часть этой цитаты. Иисус берет вторую часть из пророчества Иеремии. В книге пророка Иеремии, 7 глава, в 11 стихе написано так. «Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом этот, над которым наречено имя мое?» «Вот, я видел это», — говорит Господь. Этот текст Иеремии является частью проповеди Иеремии. В 7 главе, начиная с 1 стиха, мы читаем проповеди Иеремии. В 1 стихе мы читаем о том, что Бог говорит, Иеремий, «Стань в воротах храма и скажи вот это слово». И на протяжении ряда стихов, ряда текста Веремия проповедует о том, что люди имеют обманчивую надежду, они надеются, что они имеют храм, и это все, что им нужно. Им не важно отношение к Богу. Они думают, у нас храм Божий, Бог ничего не может нам сделать. Бог что, разрушит свой собственный дом? Мы теперь взяли Бога в заложники. У нас есть его храм. Он ничего нам не сделает, потому что он ничего не сделает своему храму, Бог говорит. Посмотрите, что будет из этого. И через Иеремию в этой проповеди он открывает, он показывает, вы говорите, храм Господень, храм Господень, храм Господень, я сделаю так, что от этого места останутся одни руины. Иисус приводит вот этих два текста вместе и говорит, дом мой дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Иисус, цитируя пророков, говорит о том, что люди превратили храм из места поклонения Богу в место возможной наживы и удобной религии. Удобной религии для себя, которая не приближает к Богу. Обратите внимание, что перед этим, перед тем, как мы прочитали этот текст об очищении храма, Матфей написал очень интересный стих. Это начиная с 10 стиха. Давайте прочитаем Матфея, 21 глава, с 10 стиха. И когда вошел он в Иерусалим, это вот его приветствовали, он входил в Иерусалим. Когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей? Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Иисус действует не только как царь, но Иисус действует и как пророк, который имеет духовную власть. Он действует в силе и духи Исаии, Иеремии. Люди знали, люди читали эти пророчества, и Он напоминает им этих пророков. И Иисус говорит, что Богу не угодно превращение дома молитвы в какие-то другие заведения. В то же время мы прочитали о том, и думаем, и размышляем о том, что Богу не угодны некоторые вещи. А теперь давайте посмотрим, что Богу угодно, потому что Иисус делает некоторые вещи, которые угодны Богу. Бог желает исцеления людей. В этой истории очищения храма мы видим то, что Иисус что-то делает. В 14 стихе написано, приступили к Нему в храме слепые храмы, и Он исцелил их. Бог хочет исцеления людей. Бог дает это исцеление. Бог хочет исцеления твоей души. Ты можешь получить исцеление твоей душе. Здесь я хочу несколько слов сказать о том, что мы должны понимать, что мы вместе, как церковь, когда мы собираемся в доме молитвы, когда мы собираемся здесь, мы должны понимать, что мы далеко не идеальны. И каждый в отдельности, и все вместе. Мы не можем претендовать на идеальность. Нас иногда поражает и шокирует, когда мы сталкиваемся с грехом других людей. Я думаю, что для кого-то эта неделя была непростой. Потому что кто-то обнаружил чей-то грех. Хотел бы сказать, друзья, давайте вот это состояние откроем Иисусу и попросим у Него исцеления. Прежде всего, давайте будем понимать, что церковь – это не место для людей с идеальным здоровьем. Церковь подобна больниц. То, что мы собираемся вместе, говорит и должно нам напоминать, что у каждого из нас есть та или иная нужда. У каждого из нас есть та или иная болячка в той или иной степени, но мы все нуждаемся в исцелении Господнем. Я очень бы хотел, чтобы на этой неделе, на этой страстной неделе, то ли это будет во вторник, то ли это будет в среду, я хочу предложить, если тебя, может быть, мучат какие-то переживания, если ты находишься под впечатлением твоей собственной греховности или греховности других, если тебя тяжело это воспринимать, проведи хоть один день в посте. Чтобы когда наступит четверг, и мы будем участвовать в вечере Господней, чтобы ты мог действительно понимать, готовь свою душу, ищи исцеление. Мы читаем в Библии, что ранами Его вы исцелились. Поэтому получи исцеление в ранах Иисуса Христа, и если тебе душа твоя болит, приди к Богу, проведи время в молитве, в рассуждении. Как раз эта неделя самая лучшая неделя для этого. Бог желает твоего исцеления, Бог желает исцеления всех людей. Особенно исцеление твоей души. Иисус исцелил этих людей, которые нуждались, и не приступили к Нему, и Он просто исцелил их. И еще одно, что желает слышать Бог. Бог желает слышать хвалу детей. Это угодно Богу. Он хочет это. Посмотрите, с 15 стиха мы читаем. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих, «Оссана сыну Давидову вознегодовали и сказали Ему, слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей? Ты устроил хвалу». Богу хочется, чтобы на Его святом месте и во всяком месте люди поклонялись Ему и славили Его. И даже детские крики, и даже детские крики хвалы нравятся Богу. Мы иногда, люди, устаем от этого. Она ведь нас иногда начинает это как-то вот, может быть, иногда раздражать. Нам хочется, чтобы дети успокоились как-то. Мы иногда похожи на учеников, которые, помните, когда к Иисусу приносили детей, чтобы Он благословил их, они как-то вот не допускали родителей и говорили, «Пожалуйста, не надо». Иисус, помните, что тогда сказал? «Пустите детей приходить ко Мне». Иисус остался таким же. Он и в этой ситуации говорит. Он радуется этим криком хвалы детей. Он радуется этому. Я хочу обратить ваше внимание на контраст. Посмотрите. Удивительно. То, что нравится Богу, и то, что делает Иисус, не нравится первосвященникам и книжникам. Посмотрите. С другой стороны, то, что они делают, не нравится Богу. Вы видите, какой контраст. Они допускают торговлю животными, устроили торговые центры в храме, чтобы контролировать, что и кого можно допустить к поклонению. Но им не нравится возможность исцеления людей. Им не нравится, когда Бога искренне славят. Как это понять? Почему их это раздражает? Я сегодня обратил твое внимание на очищение храма. Мы говорим об этом в контексте въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Очищение храма некоторые люди, может быть, даже многие люди, сразу воспринимают, как на то, что в христианском доме молитвы, то есть вот в нашем помещении здесь, в месте, где мы собираемся, должен быть порядок и правильное устройство. Я, в принципе, согласен с этим и не спорю с этим. Но надо понимать, что речь идет не столько о порядке, сколько о попытке религиозных лидеров народа контролировать поклонение других людей и наживаться за этот счет. А что, если мы посмотрим на это немножко с другой стороны? Я считаю, что входы Иисуса Христа в Иерусалим символически указывают на входы Иисуса Христа в твое сердце. Если ты принял Христа, и если Он твой царь, слушаешь ли ты Его? Повинуешься ли ты Ему? Знаешь, Он имеет право сказать тебе и указать тебе, что хорошо и что плохо в твоем сердце. Он имеет право и на твою физическую жизнь, и тем более на твою духовную жизнь, на твое состояние духа и души. Мы говорили сегодня, что Богу не угодны попытки нажиться за счет других, Богу не угодна замена смысла дома молитвы, что Бог хочет исцеления людей, что Бог хочет слышать хвалу детей. Я очень хочу сказать тебе, что эти принципы справедливы не только по отношению дома молитвы и служения в нем, все эти принципы справедливы и для твоей жизни Богом. Богу не угодно, когда ты используешь другого только в целях своей выгоды. Ты должен любить твоих братьев и сестер по вере. Богу не угодно, когда твое сердце вместо общения и поклонения Богу становится вместилищем грязи, разврата и всяких плохих мыслей и желаний. Иисус как-то говорил, из сердца исходят помышления, всякие злые помыслы. Что в твоем сердце? Храм для хвалы Богу или вертеп разбойников. Позволя Иисусу начать наводить там порядок. Бог хочет исцеления твоей души. Бог хочет твоего исцеления. И еще Бог хочет слышать твою хвалу. Если Он вошел в твое сердце, сегодня попроси Иисуса, чтобы Он внимательно осмотрел. Некоторые другие тексты говорят о том, что Иисус осмотрел Марк. В Евангелии от Марка сказано немножко по-другому, что когда Иисус вошел в Иерусалим, затем Он прошел в храм, Он осмотрел его, и очищение храма сделано на следующий день. Матфей говорит, что именно так оно было, что Он сразу за въездом в Иерусалим, Он сразу проходит в храме, совершая там очищение. Я сегодня прошу тебя, попроси Иисуса осмотреть твое сердце. Попроси, чтобы Дух Святой осмотрел твое сердце, увидел то, что там неправильно, нехорошо, и указал тебе, что нужно исправить, чтобы ты действительно, реально и просто мог попросить Господа исправить твое состояние. Аминь. Давайте помолимся.